Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на очередном заседании КАВ-бюро. Сегодняшний гость нашего эфира Григорий Трофимчук. Эксперт-международник. Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований Мастерская евразийских идей. Здесь возникает большой вопрос, потому что у трех сторон этого процесса, ну, соответственно, России, Азербайджана и Армении, несколько разные взгляды на то, в какой стадии ситуации в зоне Карабаха на данный момент находится. Ну, практически Армения потерпела поражение, и, наверное, и именно поэтому там часто звучат призывы к реваншу. Я говорил о том, когда в Армении Никол Пашинян пришел к власти, что этот человек способен дестабилизировать весь Южный Кавказ. Азербайджаны несколько лет назад поставлялись в качестве современного вооружения на территорию Армении. А Россия и туда, и туда поставляла такой термин, применим, неважно за деньги или бесплатно, на вооружение только по той причине, что она не хотела войны на Южном Кавказе, и, в частности, новой Карабахской войны. Хотя ДКБ, конечно, это несколько иной вопрос, потому что Азербайджан, как мы знаем, придерживается политики нейтралитета. Сколько российско-турецких войн было в истории, на что я всегда предлагал посчитать, не углубляясь в далекую историю, ретроспекцию, а сколько немцы, Германия поубивала хотя бы в прошлом веке десятков миллионов российских русских людей. На этом дискуссия заканчивалась. Продолжение следует...